всем привет друзья подъезжаю сейчас к вере с андреем обещал узнать что там у них за гости проживают не обманут ли они их а так если кому-то нужна помощь то пишите ватсап вот под этим видео только пишите прям вот сразу не привет привет Иван там то там то знаем семью нужна помощь тогда я с вами свяжусь потому что вот сегодня вот мне прям звонит здорово Ванчел я говорю ты кто Ванчел здорово мы знакомы нет нет как Вася понятно все вот я один раз ответил на звонок больше отвечать не буду Ванчел ладно пойдемте узнаем что там познакомимся что там у них за гости привет ничего тебе у тебя даже не к откуда с алиэкспресс алика ну где ваши гости вот общайся здрасьте 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 паша свет они обедают так я стул андрюшка стул не звучат а вот ты вчера уехал то я пожить ты забыл перемене я тебя вчера ждал чего ты смахал чего забыл перемене пожать по которой я тебе сказал да и я сказал останься яич на диете а какой на диете ты сказал ты будешь есть приветики вареники когда в линии мы были надо было ты сказал давайте выбирайте что-нибудь мы купим вам послышала значит давай поесть мы его ждали а вы тогда с валянием вот общайтесь с ними сейчас я стол найду я сидел пока сидел а за что сидели у меня и жена умерла потому что она как вам сказать вам сказать trip у вас садиська тут нужно сидел давайте сидеть там он сидел такой холек спусту оставайтесь не далеко там живет сюда В Болковском районе тоже, она в деревне там живет, пока я сидел, у меня и жена умерла, и сама Царство Енебесное, а мне там помог один, ну как вам, не фермер, а как бы, индивидуальный предприниматель, вот, это в Болковском районе, вот такой человек хороший, вот, он мне еще подыскал, я у него пас быков, быков и овец, в Болковском районе, это Борилова посолок, вот там я работал у него, у Леньки, с верницем, вот, потом он мне говорит, тебе тяжело, наверное, одному стаду быков, он нашел мне подпаска, на этот подпасок он предупредил, не петь, после работы, хоть пороснячка, но нас нечего, еще более, трезвый, как стопушка, а тот сначала ничего, а потом, значит, так, садитесь к кому-то кусочкам, давайте, пусть пересаживаются, так, поплют и мне сюда еще, так, давай, я отойду, подожди, так, подожди, по-моему, так, смотри, сколько лет, не, сейчас, скажи, смотри, хватит, хватит, так, помешаешь, давай, возьми, возьми, кошка, а ложки опять нету, сейчас, держи, смотри, 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 сколько лет, хватит, 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 говорю, куда ты все коробешься, много, чуть-чуть, ладно, не, да, чтобы кипточка была, чтобы размешалась, а бубочка есть, смотри, вот, помешать, сахар, значит, и, давай, там, берем, пускай садятся, и не, что тебе обидуют, и он, и тебя ждут, хочешь? Не, не, будешь я? Не, я-то попил, поел, мы можем предложить, помимо. Ну, он начал пить. Кто? Вот, подпасок мой, ему сколько нету, тёчка есть. Ладно, мне подробности, у вас сейчас что, негде ночевать, негде, что, хотите, чем, чтобы я вообще помогу? Кожырю у них нету, мне хватун, я же тебе говорил, рассказывал. Где вы, до веры, где вы ночуете, где вы ночевали? Там, там, так сказать, ночевали. В том доме ночевали? В его доме. Они ночевали, они к нам пришли. А у вас где дом? У меня, я с лекарством раньше жила, что я похоронила, я квартиру похоронила, потерял, потерял. Ну, у нас есть центры в Орле, есть центры. Мы там были. Вот, как, нормальный Немо. Да, нормальный Немо, были они, были. Там были, там сказали уходить. Почему сказали уходить? Вам восстановили, у вас пенсия есть, что-то получаете? Нету, нету. А почему нет пенсии? А потому что у меня-то прописка есть. У нее, у нее. У нее нету. Они-то помогают. Мы, вот, последний раз, когда были... На Нормаде Немо, правильно? Да, вот, когда мы с лекарством с ванкорами. Немо 22. Да. Там соцработник сказал, ну, все это будет. Прописка у нее временная. Потом говорят, мы нашли... Временную не сделали? Да, я расскажу. Вот. Вот. Бумага у них, она нашла там, какая-то, до 28-го, 29-го. Мы ей продлим эту временную прописку. Мы не делали ничего. И не сделали. Поехали. Там еще директор... Какой? Какой? Татьяна Васильевна была. Ну, я не знаю, ладно. И они у нас жили. Там Ахватон был. Они пришли к нам. Это мы где обед с тобой познакомились. Там где обед. Где нас Рита кормит. Гульнара, Рома. Все. А они у Риты жили. Потом они к нам перешли сюда. К Андрею. Вот, с Верой. А сейчас вообще... Жить негде. Они считают, как латунь. Ну, а как вас оттуда? Что они пропускали? Уходите, что ли, оттуда? Да, все. А там сказали, да, что-то уходить уже все. Они у Риты тогда жили. Помнишь тогда? Документы у вас есть? У меня паспорт с собой всегда. У вас есть? У меня есть, у меня на выгонке сумка. А что не работает? Ну, они на автомойке работали. Дайте, 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 дайте я скажу. Начальница умерла. Она до этого работала на автомойке в советском районе. Потом начальница умерла, Тамара Ивановна, да? Ну вот, и она ушла. Ну, а другие автомойки есть? Другие автомойки? Вернуты? Ну, что вы не можете заработать 5000 рублей на комнату в общежитии? Ну, сейчас в том-то и дело, что начали работать. Ну, я не ходила, везде позанятые. Автомойки не зайдут. Мы их устроили тогда на автомойку, они потом ушли. С автомойки что-то там, проблемы были. Там тоже. Да, была. А я тоже. Сказали, кто-то там уходится, давайте вместе освобождайте. Ну, да. Смашка 10. А это вот здесь вот. А где там его тут у вас выстраивали? Печевой. Переволок? Да, какой-то. Ну, какая разница? Работа, работа. Просто ну что, вдвоем не можете заработать 5000 рублей? Ну, тяжело. За 6000 комнату можно снять в общежитии. Я знаю, даже за 3. Даже за 3 вот можно снять комнату в общежитии. Ну, вот мы помогали им, они попали сюда к нам. Рита, Нара кормят, они попали к нам. Пришли, она говорит, возьмите их, им жить негде. Мы их взяли. Там же у них халатун, халатун, они сюда пришли. А то у нас соседний вот. Ну, и надолго ты их сюда пустила? Да нет. Ну, вот пока вы не живете, ищите работу. Чего вы не ищите работу-то? Помочь мне надо. Большое удовольствие. По возрасту, я сколько раз звонил в фирмы там разные. Возраст 63 года. Все отказывают. Ну, пьете, не пьете? Нет. Курить курил? Курят, они курят. Они вот, курят. Они у нас сколько было. Только у нас соседей купил. Ты все расхожешь. Да нет. Она молодец. Ничего. Курить-то я курю. Балуются. Ну, на сигареты находите деньги? Мы по дешевке покупаем. Ну, все. На сигареты это. Возле церкви сидели. Ну, взрослые люди. Ну, вот чем я могу? В центр могу туда позвонить, вас опять пристроят туда. А, в Нармоделево? Да. Ну, давайте туда позвоните. Они там, я не знаю, я им позвоню. Как у вас фамилия? Я узнаю вообще. Шамонин. У меня Коренкова. Ну, ладно. Когда вы там оттуда ушли? Это еще в том году. А, это еще в том году? Да. Это вы уже столько времени и ничего не нашли за это время? Ну, вот бегали. Пытались. Работу мы им находили по объявлению, выписывали. Даже можете вам Андрея спросить. Мы им помогали. И с автомойкой помогали. И со всеми помогали. Подушки, одеяла, там чайники, посуду давали им. Они жили вот так у себя в колотуннике. В колотушке. Да, плетами, там одеяла, подушки, все такое прочее. Вот можно даже кандрышки пройтись. Он занят. Ну, хорошо. Сейчас не выпиваете. Раньше выпивали. Ну, по-честному. Я не пил. Вообще никогда не пил. Ну, пил же когда-то. Пил до 13-го года. А потом все. Ну, вот пойдемте кандрышке, он там вам все расскажет. Пойдемте пройдем. Ладно, в общем, я узнаю то-то что. Пойдемте кандрышке там. В конце недели постараюсь это. Но там жилье, мы не представляем жилье ничего. Я могу вас устроить там куда-нибудь. Ну, на работу хотя бы устроить. Пятерочку я вам предлагал там. Я в магазине тоже работал, только у меня синтарка пропала. Ну, как? Синтарная книжечка. А как у него пропала? Как у него пропадать? Не, ну, просрочная уже была. Была. Ну, вот можно в пятерочку простроить. Там, говорят, пятерочки есть, но не знаю. Никто не хочет больше. Вера, быстрее вам найдет работу, чем я. Ну да. Это молодец. Опять. Так ее не обижайте. Мы дружим. Таких людей мы никогда не обижаем. Пойдемте кандрышке зайдем. Пойдем кандрышке зайдем. Ладно, я подумаю, в общем, я сообщу. Вы пока здесь будете, да, у них мертвых? Да. Вот, смотри, у меня тут птички. Выгонять не будешь их? Нет. Не выгонишь? Нет. Вот, смотри, птичек. Да птичек я вчера видел. А, вот, Лунгулька спрашивает. О чем? Птички покормили птичек? Покормили. Надо вот бисер сходить купить там, еще чего-то. Вот. Сегодня пойдем, Андрей, сходим в бисер. Да бисер, ладно, я тебе привезу бисер. Что? Тебе передавали. Ты что-то делала вообще с бисера? Да, конечно. Вот, бисер. Большая. У меня вот надо гипс еще купить здоровый, вот. Ничего себе. Это ты сделала? Или нашла? Она сделала. Ты сделала, а это из гипса? Из гипса, да. Она у меня болит, что-то еще расступает. И заливали этим гипсом. Вот. А у меня вещей много, чемодана нету, складывать нету. Ты скажу, зачем чем чемодан? Что-то убрать, чтобы мусор собрать лишний там. Да лишний надо вообще на помойку укидывать, лишний. Не, не, ну лишний. Ну, мама, да. Ну, а у нас в гараже-то велик. Ну, смотрите, вот у вас... У нас велик украли и вещи на чемоданных украли. Вер, вот у вас вещи есть, которые вы вообще никогда в жизни не будете пользоваться. Ну, можно помочь перебрать. А я чего? Ну, помочь кому? Мне помогать? Да, вам. Вам разбить. Вер, я не знаю, чем ты будешь пользоваться. Ну, я не знаю. Мне надо, чтобы вы помогли там. Разобрали, что маленькое, отдать детям там кому-то. Вот. Мы с Алюшкой вот и посуда у нас тут все есть. Удочки. Да и ты показывал, у тебя и маски от коронавируса были, да? Да. Выкинула хоть, надеюсь? Выкинула все. Выкинула все. Выкинула? Все. Ну все, коронавирус пропал, прошел, да. У тебя там что, в компьютер играешь во что-то? Да, да, да. Вон там такие муки. Кейны. У тебя мышка, да, молодая, беспроводная? Ну да. Я себе никак не могу беспроводную купить. А у меня их много. Много. Тут много. А где ты их берешь? На Алиэкспресс заказываешь? А мы по точкам ездили в тот раз, нашли пельмени, клетки, продукты, баулы всякие, мешки там. Пельмени даже на мусорке? Да, в тот раз. Замороженные? Ну да, были. А это часы он нашел на мусорке тоже. Видишь? Много чего выкидывают. Банки консервов там, помидоров, яблок там. Все, покажи технику, которую ты нашел. Вот, выкинули. Вот. Колонка. А, это колонка? Колонка. А я думал, это... Он переделал самодельные. В смысле, переделал? Это была коробка? Да. А ты сюда? Переделал колонку. Она и была там. Да, была внутри колонки. Как она открывается тут? Не знаю, сейчас открою. Играет? Он не играет все. Все, вот она тут на скотчке. А, вот она. Вот. Кнопочку ключевую. Переделал все. Э, подожди, бумажка там у тебя попалась. Эта бумажка пошла. Ну, слушайте музыку. Да. Ёлки нашли на мусорке. Через... Вай-фай. А, у меня еще звездочка. У меня там еще звездочка на мусорке нашли. Блютус. Он все нашел. У нас все выкидывает. Даже водку оставляет. Кого? На закуску водку. Водку. Ну, вот не пьете, вы молодцы. Мы растираем все. Растырки делаем. Вот, бисер. Там, на рынок ему там какие-то чипы. Это отец купит. Что они устроиться на работу не могут? Ну, да, да. Проблемы с работой мы ему выписываем. Так. Они, наверное, не хотят. Их выгнали оттуда. Не хотят. Ну, почему их выгнали? Ну, они не хотят. Они хотят рабу найти жилье, а... Слушай, их выгнали два года назад оттуда. Да. Ну, мы обедали. Помнишь, мы обедали? Помнишь, где Рита, Нара, Рома. Они там познакомились. Они у Риты жили до этого. А потом они уехали туда к себе, к колотунам. Ага. Колотун. Колотун – это холод, да? Да, да, да. Ну, мы им одеяло, плеты, чайники даем. Мы хотим, чтобы мы посмотрели дом, что у них там с светом, с газом, с водой. Ну, они что, маленькие? Вы понимаете, инвалиды какие? Ну... Нет, посмотрите, что можно вообще сделать с их домом. Вообще, план дома. Вообще, полностью. Я же не знаю. У них там ни света, ни газа. Может быть, какие-нибудь сёк вот там. Там есть свет. Ну, может, и есть у них свет. Ну, я же не знаю. Может, обрезали там. А вы были там, да? Мы хотели поехать. Они нас приглашали, а там очень далеко. Транспорта нет машин. Машутка. Ну, машутка это пока дождёшься и долго будет ждать. Вот. А мы тут ковры всё постели, пока вот порядок навели. Тут вот губы красить надо. Тут у нас вон воду сливали. Потоп был. Когда пожар был. Первый раз. Вот. Вот. Всё есть. А вот нету гаража сделать. Там у него крыша осела. Вот здесь есть какой-то сарай был. Да, сарай. Один-то целый. Там у нас был перебойник, по-моему, да? Там лёд был. И перезамкнул. Вот у света не было. А зачем здесь свет? От места туда и всё, вещи не нужны. Да. Ну, а с ним? Ну, нам надо и мешки купить большие. Там убрать там. Мешки есть. Есть. Но они тормяки не будут. Нам просто помочь, чтобы они помогали. Пришли. Вот трубы покрасили. Там ещё что-то. Машинист. Так что вот так. А мы звали на вас на ужин, а вы ушли и не остались. Когда вы звали на ужин-то? Когда вы сказали Свету и Марину, ой, Свету и Пашу подожду. Нет, я сказал завтра приеду. Да, завтра. Но мы хотели здесь сделать. Нет, сделать. Он уже не остался. Я ему сказал, подожди. Не уходи, не придут позже. Опоздали немножко. Опоздали. Вот. Мы надеялись. А эти часы он нашёл, вот они работают. Там ещё. Ладно, что? Я позвоню, насчёт них узнаю. Но по поводу работы что-нибудь посмотрю. Ну что, от них прям выхожу с улыбкой. Конечно, молодцы. Столько лет вместе. Вечер. У них вот такие они люди по поводу уборки. Вот это всего. Уже два года назад им хотели помочь. Это бесполезно, так они привыкли жить. Что касается вот этой пары. Я уже, честно, мне уже вот не могу. Взрослые два человека. Не могут заработать. Ну то есть, почему не могут? Не хотят. Согласны со мной? Чем я могу им помочь? Если есть какая-то работа, напишите и я им предложу. Ну, мне кажется, не хотят на них работать. Вот прям не хотят. И видно, что пили, пили. Вот до чего доводит этот алкоголь. Всё, ладно. Я поехал работать. Всем пока. Не забывайте подписаться на канал, поставить палец вверх. Всё, пока-пока. Алло. Алло, Вань, привет. Привет, Ром. Как дела? Да ничего, нормально. Спасибо. Рад был слышать. Рад слышать тебя. Что-то мы должны были созвониться, увидеться. Да я тогда что-то поехал. Нормально, по-разному. Ага, сейчас Веру с Андреем встретил. А кто тут у них живёт? Вот эти Паши какие-то, ты знаешь их? Что там Паша какая-то? И Света, по-моему. Короче, смотри. У них там бывает приблуждаются. То алкаши, то теплотрассники. Вот. Они сейчас на обеды что-то не ходят. Самого нету время заехать, узнать. Но к такой картинке, они же как бы добрые. Да, я вот сейчас только от них еду. Короче, у них какие-то Паши и какая-то ещё. Я уже забыл, как её зовут. Такой Паша с бородой. Ну. Где-то у него дом там разрушенный на выгонке. Не слышал, не знаешь такого. Вот. Ну если бы ты фотку скинул, я бы может быть. А Вера и Андрей там на месте? Да, да, да. Дома, дома. У них всё хорошо. Я к ним вчера заехал. Они мне написывают. Они меня смотрю, начинают как-то под видео приедет. Это Вера и Андрей. Вера и Андрей приедет. Тут нужна помощь ребятам. Я к ним вчера заехал. Думал им нужна помощь. У них как обычно всё нормально. Ну я понял. Вот. И каких-то этих, говорят, подселили себе пару. Ну думаю. Их вчера не было. Сегодня заехал. Заехал сегодня. Посмотрел. Просят. Где-то они были на Нормандии Неман. Я их говорю. Давайте вас устроим в этот бомж-центр. Не. Мы там были. Помочь. Я говорю. Чем вам помочь-то надо? Да вот жильём. Я говорю. Ну каким жильём? Вы здоровые два. Вы что не можете себе на общежитии заработать? Короче. Ну ленивые не хотят работать. Нет. Нет. Вань. Да ты пойми. Ну есть люди, которым ты помог и они пошли. Ну потом надо, поддержал. А это просто в одни ворота. В смысле. Ну ты дал, они проели, пропили. Есть центр реабилитационный. Если что, у нас есть центр реабилитационный, где здоровая еда. Нужно ухаживать за скотиной. Это в Орловской области. Поэтому там всё официально. Ну в том плане, что ну хочешь есть, хочешь это, ничего не хочешь делать. Так не получится. Минимум центр. Ну я знаю. Конечно, конечно. Не-не-не. Никаких денег. Всё. Я уже сколько обжигался. Я говорю. Я одного нашёл недавно. Умолял. Пожалуйста. Хоть куда-нибудь. Главное не замёрзнуть. Я его устроил в этот. На Армаде Немо отвёз. И что. И мне через неделю звонил. Говорят уже хочет уйти. Согрелся. Обогрелся. Говорят. Ты хочешь уже опять уйти. Ну я думаю. Не. Они в себя верят. В себя верят. Как ты правильно говоришь. Отошёл. И всё. И пошёл, пошёл. Таких ну масса. В общем там ну мама. Ну короче женщина. Её мама. И сына воспитывают. Ту муж бросил. И вот они сами грибут. Раз в неделю вот это хоть приходят что-то. Едят нормально. День же. Мало. Я бы бывал им там сантехнику подменивали. Вот. И такой уровень что вот. Ну они то в мусорник заглянут. Но мы их как видим постоянно гоняем. Как бы там. А ребёнку сколько лет? Да подросточек не знаю. 13-14 лет. Ну такой пацанёнок. Хороший. Пацан вообще хороший. Вот он как-то не по ихней линии пошёл. Они как-то чуть медленные на скорость. Понял. Мама и бабушка. А пацан прям. Я думал будущий волонтёр. Знаешь такой он. Прям вообще. Ну вот пацану. Я как бы детям. Я как бы детям. Вот настроен детям помогать. Вот таким вот. Как сегодня в Кверь я приехал. Там у них вот эти сидят. Я ну не хочу. Я. Бывает попадают сюда. Но это вообще прям. Я понимаю что это бесполезно. Они сами себе такую жизнь. Их всё это устраивает. Да ну пацан. Пацан любит. Насколько я помню. Велоспорт и футбол. Потом он приходил кушал. Потом он что-то стеснялся. Он прям вообще адекватный парень. Они прям нормальные. Я за них отвечал. Потому что они вот как родня. Ну там многие уже так. На таком уровне. Ну в общем понял. Давай. Давай. 4 ролик наверное был на канале. Когда мы. Кормили бездомных бургерами. Вот. А по поводу вот этих. Которые живут у Веры. Ну понятно что. Ничего не хотят. Ничего им не надо. Просто вот пользуются. Добротой. Веры и Андрея. Вот теперь тогда пока точно. Всё.